Приветствую вас, и, пожалуй, первое, о чем хотелось бы спросить, это вы любите своего мужа, или нет? Объект на этот вопрос очень важен, потому что по сути определяет все дальнейшее поведение ваше. Далее, те минусы, которые вы упомянули, которые вы описали, минусы вашего мужа, они были всегда, или вы стали замечать их на определенном этапе? Если вы стали замечать их на определенном этапе, то на каком, после какого обстоятельства или забытия вы стали замечательны? Если это было всегда, то почему сейчас для вас это стало критично? Вы надеялись, что он изменится, или вы надеялись, что он исправится, станет лучше ради вас, и так далее. Далее, вы пишете, что в последние два месяца вы хотите малыша еще одного ребенка, но при этом вы хотите развестись. То есть наблюдаются противоречия. С одной стороны, вы с мужем хотите малыша, и это приводит к тому, что вас все хорошо, все устраивает, и с другой стороны, вы хотите развестись, это приводит к тому, что вас что-то не устраивает. Соответственно, это противоречие на данный момент в вашем письме является наиболее ярким, и его нужно снять. Так вы хотите малыша от мужа еще одного ребенка, или вы хотите с ним развестись? Чего вы сами сейчас хотите на данный момент? На этот вопрос нужно ответить. Что же касается того, что вы описали, что мужчины помешаны на чистоте. понимаете, в чем дело? Если вы мужчины любите, и если в вашем личном восприятии его достоинства, его плюсы перевешивают минусы, то вы сможете с ними смириться. если попытаетесь понять, почему мужчина ведет себя именно так, то есть, почему вы не можете, например, с ним ничего планировать, почему он помешан на чистоте, почему вас раздражают секции, почему вы не можете оставаться наедине. Если понять причину всего этого, то отношения можно сохранить. Важно, важно уловить направленность вашего поведения. вы хотите все это исправить, и тогда что? Развода не будет. То есть, вы придаете на развод, потому что есть вот такие вот негативные моменты у вашего мужчины, которые вас не устраивают, и из-за этого вы как бы хотите уйти. Но если они вас устроят, если они как-то исчезнут, то вы согласны с мужчиной жить. Получается, какое-то условие, условность. Любовь в данном случае, к сожалению, отсутствует. Потому что любовь безусловна. Если вы мужчину любите, то вы принимаете его таким, как он есть. Раз у вас есть условие, значит это не любовь, что-то другое. Если предположить, что это действительно так, и вы мужчину не любите, то нет ничего удивительного. В том, что вам не нравятся какие-то вещи. Ведь вы стремитесь теперь уже к своему комфорту. В основном. При любви человек стремится к комфорту другому, при отсутствии любви и к своему собственному комфорту. И именно поэтому вас теперь стало волновать. Это стало волновать. То, что он делает не так, по вашему мнению. Значит, раньше была влюблена в страсть, и вы мирились, закрывали глаза на все недостатки мужчины. Потом эта страсть прошла, а на ее место не пришло взаимопонимание, взаимоуважение и так далее. Вы не стали друзьями, потому что у вас нет ничего общего. Если говорить о решении конфликтов, о решении проблемы, то в первую очередь нужно налаживать общение. То есть, сесть и спросить у вашего мужа, что вам не нравится, простите, что ему не нравится в вас. И в ответ сказать, что ему не нравится, что вам не нравится в нем. То есть, произойдет, вот, обмен, взаимный обмен, значит, претензий, претензиями. Взаимный обмен замечаниями. Обмен мнениями относительно друг друга. И каждому из вас станет понятно, что не устраивает другому. И тогда появится, ну, ясность. Вы готовы что-то менять ради своего мужчины? А готов ли мужчина менять что-то ради вас? И самый главный, наверное, вопрос. Если вы его любите, то почему ставите условия? А если вы его не любите, то почему вам нужны условия для того, чтобы развестись? То есть, если вы не любите, то это уже повод для того, чтобы с ним расстаться с ним. Потому что вне любви вы вряд ли будете счастливы. Но вам нужно обравдание, вам нужен какой-то повод для того, чтобы с ним расстаться. И для этого вы приводите все вот эти вот минусы. Это является, к сожалению, самообманом. И этот самообман нужно искоренять. То есть, в первую очередь, быть честным с самой собой. И спросить себя, я хочу быть с этим мужчиной или нет? Он мне в целом нравится или не нравится? Он меня в целом устраивает или нет? А то, что у него недостатки какие-то, это недостатки чьи? Его личные или, опять-таки, мне не нравится, что он так себя ведет. Меня это не устраивает. Такой вопрос вам нужно себе задать. И на основании ему будет более понятно, как вы видите в вашу дальнейшую жизнь. Но если чувства у вас к нему и правда нет, а вы все давно с ним и вы ищете повод, чтобы от него уйти, это говорит о том, что вы как бы уже не видите свою жизнь рядом с ним, свое будущее рядом с ним. Но ответственность за развод вы перекладываете с него от себя на него. И вот он задает вопрос. Почему вы так делаете? Почему вы не готовы принять ответственность за свое решение? Ведь ваше решение с ним расстаться. Оно имеет полное право на существование. Но нет ничего плохого, ничего дурного. Почему вы не хотите нести ответственность за то, что ваш мужчина вам больше просто не нравится и он вас не устраивает? и тогда возникает, собственно, следующий вопрос. А вы вот когда заметили эти недостатки, вы мирились с ними или нет? Вот мужчины критикуют вас по поводу вашей фигуры. Ладно. Вы знаете, что вас не устраивает? Вы самой себе нравитесь? Если да, то какая разница, кто что говорит? Мужчина может говорить просто для того, чтобы поддерживать вас в сонности. Но на эти слова серьезно обращать внимание не нужно. А если вас задевает нас, мы не уверены в себе. У вас заниженная самооценка. И эту заниженную самооценку нужно поднимать. Но если ее развивать и воспитывать, чтобы подобные слова вас не задевают. Чтобы вы четко знали, кем вы хотите быть само для себя и мнение других людей. Слушаем, но не прислушиваясь к ним. Если оно, это мнение других людей идет в разрез с вашим. Далее мужчина говорит, что вот частота. Но вы это делаете потом и все, что можете. Если ему нужна большая частота, пусть сделает сам. Ведь это нужно ему. И все. Просто не нужно позволять мужчине. Его интересы насильно реализовывают за ваш счет. Установите некие личные границы у себя. Если мужчина чего-то хочет посверх того, что вы делаете, пусть сделает это сам. Он взрослый человек и он может вполне себе это устроить. Далее секс. О сексе нужно разговаривать. Еще более важно говорить о нем, чем просто разговаривать об отношениях. Что вам не нравится, то нравится мужчина. Чего вы хотите, чего хочет мужчина. Здесь тоже важна честность и доверия. Но вот что касается о невозможности планирования с ним, из-за него постоянно меняется. Здесь нужно немного подробнее. Потому что не совсем понятно, что это значит. Дело в том, что мужчина может быть ветреный. Мужчина может быть нерешительным. И тогда, конечно же, его нерешительность является очень негативным фактором. Но опять-таки выникает вопрос. А была ли она раньше? Это берешительность. И если была, то почему вы с ней мирились? А если она появилась недавно, то с какого периода и почему она для вас стала настолько критичной? У свой есть причина. И прежде чем разводиться, нужно понять причины вашего конфликта. Причины вашего недовольства. Постараться их устранить. И только потом уже делать вывод, разводиться или нет. Потому что развод, то есть разрешение брака, является следствием только одного. Отсутствие чувств и стремление быть вместе. А все конфликты, которые у вас происходят, всех их можно решить. При желании, конечно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Будем благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго и удачи.